Я не знаю, что вы принимаете от головы, но это вам не помогает. Итак, прапорщик Протасов, объясните, как вы умудрились потерять четыре танка за месяц? Три. Четыре. Три. Четыре. Три, я честный человек. Четыре. Три, вы меня путаете с прапорщиком Сорокиным. А, ну да. Но это не важно. Три, четыре. Одним больше, одним меньше важна тенденция. Это же танк. Это же не какой-нибудь там гранатомет, понимаешь ты, который можно, ну, спокойно потерять. Или, я не знаю, ну, оставить в маршрутке. Объясните мне, куда вы их деваете? Виноват. Больше не повторится. Разрешите. Вы что, с ума сошли? Вы потеряли четыре танка, прапорщик. Четыре. Три. Это не важно. Куда вы их дели? Ну, на первом танке я поехал в магазин за хлебом. Ну. Выхожу, а танка нет. Так. Ну, я бегом в часть за вторым танком. Сел в него и в погоню. Ну. Еду, еду. Вдруг понимаю. Я вдруг понимаю, что на двух танках я бы догнал бандитов в два раза быстрее. Ну. Логично. Логично. Я оставил второй танк бегом за третьим. Приезжаю, а второго танка нету. Прям мистика какая-то. Это не мистика. Это черт за что. Подожди. А третий танк, на котором ты приехал, должен остаться? Должен. Так на первых двух подъехали бандиты и отобрали третий. Что я мог сделать? Что? Что? Их же больше было. Мозгом своим должен был соображать. Тогда у хлебного магазина нужно было сразу в часть доложить об этом инциденте. Об инциденте я не мог доложить, потому что эти бандиты у меня еще к тому же. И мобильник отобрали. Помоги. Новый совсем был. Ах, прапорщик Протасов. Было бы сейчас военное время, я бы тебя к стенке бы живо поставил. К сожалению, сейчас мирное время. И никаких инструкций у меня на этот счет нет. Так что, прапорщик Протасов, вы свободны и можете идти. Слушаюсь, товарищ прокомник. Товарищ прокомник, я не понял, а мне мобильник-то компенсирует? Пошел вон! Скотина такая! Вон пошел! Есть! Не, ну я понимаю, один. Ну два. Ну три за месяц. Это же какая-то мистика. Ой, нет. Ну-о-о-о-о.